итак друзья всем привет с вами снова я марк давайте сверим звук есть работает наверное вы удивились новому названию подкаст теперь такие видео я надеюсь будет выходить постоянно это моя новая можно так сказать рубрика в которой и будем просто сидеть и разговаривать напротив монитора будут различные темы от инстаграма самоделок до всяких новинок и так далее надеюсь это будет прикольно и честно говоря сейчас сложновато давайте сразу так я объясню что это видео будет вообще почти без обработки нами да не будет какой-либо нарезки поэтому с первого раза естественно получаться не будет я все время буду там лажать как-то все время какие-то будут тупорылые может фразы говорить но надеюсь со временем качество подкаста улучшится и видео будет смотреть гораздо интереснее но все же это первый выпуск он и называется подкаст пилотный чтобы попробовать и чтобы вы сами оценили в этом видео я хочу показать и рассказать про свой новый хэштег который я недавно вывел в инстаграме марк легобой в предыдущих видео я просил своих зрителей подписчиков чтобы они посмотрели на этот хэштег и также добавили свои фотографии чтобы я мог показать вам же и другим зрителям поделиться а также рассказать про других самодельщиков которые есть в россии в странах снг ну и вообще в мире до который может быть не совсем либо популярные но очень стараются и хотят ими стать либо просто которые проект проявляют как бы энтузиазм и хотят как то без по без популяризации да просто показать что они умеют строить давайте сейчас посмотрим на мою страницу в инстаграме вот так она выглядит марк легобой 1297 подписчиков на данный момент сегодня у нас 11 апреля запись этого видео и погнали перейдем непосредственно к самому хэштегу вот так выглядит хэштег марк легобой все очень просто и удобно уже 251 публикация кстати по звуку надеюсь меня хорошо слышно это все таки первый пилотный выпуск поэтому буду спрашивать обязательно пишите в комментариях напишите обязательно как вам понравилось это видео или нет не знаю следующий раз наверное буду снимать при свете дня и в очках чтобы вы особо не смотрели на мои глаза и на них сильно не обращали внимание потому что будет естественно картинка с запись с монитора но первые там две минуты вы будете видеть мое лицо и немного сами будете теряться почему я не смотрю как бы на камеру сам потому что я смотрю чуть ниже в монитор давайте перейдем непосредственно далее лучшие публикации далее новые публикации я выбрал говорит я ранее говорил что будет всего лишь 10 работ но я выбрал чуть побольше это все-таки выпуск пилотный уже 251 публикация с момента моей просьбы давайте посмотрим на самые такие интересные публикации которые мне очень понравились на самом деле я оцениваю все публикации везде ставлю лайки но самые лучшие попадают выпуск единственный момент если вы считаете что у вас реально крутая самоделка и и она не попала выпуск не расстраивайтесь и не обижайтесь на меня просто сфотографируйте может по под каким-то другим ракурсом и выложите еще раз под тем же хэштега марк легобой и в следующем выпуске надеюсь вы попадете потому что все просто 251 1 все 251 фотография не смогу выложить в одно видео это просто нереально вы сами устанете это смотреть поэтому попадает всего лишь там 10-15 работ вот но я надеюсь что таких подкастов хотя бы раз в неделю стабильно я буду выпускать пока еще по графику тоже сам не подумал вот но я думаю на выходных там суббота воскресенья будет подкаст выходить и он как я уже как ранее говорил не только будет по инстаграму но и новостные будут выпуски также мои работы планов здесь скорее не будет планы это все во влогах будет то есть что все что не попало во влог все что я думаю про лего хочу рассказать хочу с вами поделиться все будет в подкасте поехали перейдем к первой работе самой первой до которую выложил у нас первый зритель мой брюс вейн 484 спасибо большое что ты используешь мой хэштег единственное что я не вижу у тебя описание работы я немного не понимаю что это такое но мне очень понравилось и я прям так импонирую этой работе я так понимаю это из серии кастомной серии типа break heads какой-то воин у нас красной бородой с черным лицом и также это типа какой-то дракон не факт у меня сейчас конечно на уме хочется сказать китайский дракон но я точно не уверен мне кажется это какой-то дракон из может какой-то серии жалко что нет описание есть естественно ты заслуживаешь лайка и также зрительских симпатий кстати все инстаграмы которые я буду сегодня показывать будет естественно ссылки в описании поэтому обязательно переходите на ребят ставьте им тоже лайки поддерживайте пишите им комментарии они этого реально заслужили давайте в каждом выпуске вот сейчас подумаем будем что-нибудь писать например так секундочку язык поменял поздравляю первым выпуске копируем и дальше будем просто копипастить этот коммент и оставлять все всем тем ребятам которые попали в выпуск опубликовать я думаю это будет приятно итак переходим давайте к следующей работе на деле я думаю что она вам очень присмотрелась да вы очень так на нее посмотрели и она вам реально понравилось надеюсь что у брюс вейн 484 больше его работ в его инстаграме давайте перейдем посмотрим да здесь есть и раскрытие более этого самого брик хэдса но давайте вы сами перейдете по ссылке и глянете что у него там за инстаграм перейдем к следующей работе тарат 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 игорь давайте перейдем к его инстаграм у него всего лишь четыре публикации но почти все из них попали в этот выпуск далее вы увидите сами первая публикация которая мне очень понравилась это типа какой-то модульник называли он назвал его лего шоп лего магазин вот так он выглядит на самом деле это очень круто модульники очень на самом деле тяжело строить во первых нужно подумать что делать потому что из модульников есть уже очень большое количество зданий то есть не хватает вам только полицейского участка школы университета по моему парикмахерская есть короче нужно на самом деле сначала подумать что нужно строить а потом уже строить но игорь и так понимаете так зовут игорь тарасов до справился с этой задачей мне очень на самом деле нравится смотрите здесь даже мини такие наборчики стоят на полках и это очень круто давайте перейдем к мы еще к игорю вернемся давайте перейдем к следующему участнику выпуска подкаст номер один так сам что-то не грузить обновим страничку фрейм лего мог лего мог называется май мех мфз антивирус не знаю к чему это адресовано к кому или к чему но это как видите мех сразу говорю что я вообще не понимаю как люди строят мехи потому что я их строить вообще не умею для меня это что-то непостижимое я не понимаю как работают все эти шарниры механизмы это очень на самом деле сложно но когда-нибудь я тоже постараюсь и сделаю что-нибудь прикольное но прикольный мех я так понимаю это очень похоже на какого-то самурая вот особенно вот в этой части меня чем-то напоминает также у него есть такое такое какое-то оружие прозрачное но самоделка на самом деле так что он не листается выглядит на самом деле очень круто не хочет листаться а вот все не пролистнулась очень самоделка выглядит круто большой респект что ты строишь такие крутые самоделки а тем более мехи потому что для меня это что-то непостижимое кстати мы же забыли и говорю да написать по моему давайте вернемся и напишем ему поздравляю ты в первом выпуске молодец и давайте фрейм лего маку тоже напишем поздравляет в первом выпуске ребята это реально заслужили и лайк от меня еще изначально как только вы опубликовали я сразу всем проставляю лайки чтобы вам было всем приятно даже кто не попал выпуск переходим к следующей работе опять у нас игорь и это у нас цветочки лего флауэрс простенько все называется но выглядит не очень простенько мне нравится как ты пытаешься сделать классные фотографии то есть ты подставляешь какой-то фон я этого на самом деле почти никогда не делал но хочу этим заняться купить фон купить цвет и уже делать реально какие-то крутые фотографии чтобы не только самоделка да вроде неплохая как бы была но и фон какой-то был неплохой красивый она была красиво самоделка сфотографирована и так далее тоже очень крутая работа заслуживает лайка комментарии и попадания в выпуск ну здесь какие-то цветочки я не понимаю что это за цветочки но выглядит это все очень круто очень все классно скомбинирована цвета вот это ваза квадратно очень прикольно смотрится итак следующая самоделка обновляем тоже от фрейм лего мог и это у нас гладос из игры портал естественно самоделка попадает в наш выпуск я как-то ранее строил гладос очень давно когда еще выпуски снимал по моим пять лет назад в моем flicker на моей flicker страничке по моим даже есть фотография кому интересно есть по моим ссылки в описании либо где-то на странице прикреплены можете зайти и глянуть но именно такого гладоса у меня точно не получилось сделать потому что не было достаточного количества деталей ну и фантазии а фрейм лего мог очень круто с этим справился и вы просто сами оцените и подставка даже как круто гармонирует с самим гладос очень круто на самом деле выглядит и вся вот эта внутрянка все механизмы очень прикольно из вот этой черной веревки с кругленькими бусинками за которой цепляются вот эти лего крючки это очень круто выглядит реально крутая работа прям респект итак следующая работа это у нас лего брик youtube да поздравляю ты тоже попал выпуск это у нас самоделка стадион в микро масштабе но почему бы и нет очень классно выглядит я так понимаю это мяч из какой-то головы ну прикольно поздравляю что у тебя есть много вот таких вот зеленых деталек у меня тоже таких много и они на самом деле очень крутые также как и сырных кусочков сырные кусочки тоже крутые но сразу видно что у человека в городе есть пик-а-брик либо он откуда-то заказывает потому что просто так с наборов накопить это практически нереально но самоделка по самому стадиону выглядит достаточно круто стадион прямоугольный не понимаю правда что это за буква пи такая но сам стадион особенно на первой фотографии мне очень пригляделся и выглядит он реально очень круто большой тебе респект и так следующая самоделка я тебе поставил да все да и так следующая самоделка это у нас тоже микро масштаба просто я плеер 301 называется light house кстати как-то самоделка решил построить стадион все light house light house это у нас маяк вот как говорится создать сам маяк стоит на скале также есть я так понимаю это небольшая дорожка два корабля деревья и это все выглядит выглядит построена на крутой подставки еще с такими с какими-то самурайскими мечами но мне очень нравится когда сама постройка обраблена обраблена какими-то границами а не как у меня просто обрублена вот косячок в предыдущие самоделки которые дел по японии ну и в принципе по hidden сайт и по остальным тоже я не делаю таких границ черных без разницы любого цвета это очень сильно выглядит не закончена нужно обязательно всегда делать вот такие границы всем советую потому что тогда самоделка выглядит как я уже ранее сказал закончена как к примеру наборы по архитектуре поэтому советую вот учиться у просто я плеер и делать точно так же спасибо тебе тоже за совет следующий раз я учту и буду также делать либо если у вас нет границ то не делайте самоделку обрезанная а делайте ее сглаженной и чтобы детальки лего у вас прямо начинались от пола идти какие-нибудь линии и так далее итак как мы тебе по моему не написали до комментарии сейчас напишем есть так переходим к следующей самоделки тоже от фрейм лего мог сегодня он попадает второй раз помню до выпуск это еще один мех мех этот называется mfz warning code не знаю почему это или кому это адресовано но это очень круто поздравляют и опять получаешь заслуженный комментарий я так говорю как будто я какая-то мега суперзвезда и так типа наконец-то ты от меня получил комментарии ну просто я думаю для тебя это приятно но а себе я помечаю что эта работа уже выпуски была и чтоб потом следующий раз нечаянно второй раз эта работа же не попала выпуск потому что ну работ будет много и возможно я буду забывать какие были а какие нет вы тоже меня должны понимать но еще раз повторюсь что мехи это просто для меня что-то нереальное как это делается я не понимаю очень круто проработаны ноги спина все вот от этих деталей все эти детали у меня есть но я бы такое сам бы не собрал потому что у меня в голове не скал я только вот ландшафтики какие-то умею пилить до такого я еще не дорос но надеюсь я тоже скоро начну это делать это реально очень круто следующая работа это у нас от игоря еще одна japanese corner японский уголок здесь у нас есть типа дерево ну что-то напоминающее я так понял сакуру да очень крутые детальки вот этих листиков у меня их по-моему три или четыре всего лишь штучки если ты купил в пике брики много их пика брики либо где-то заказал то тебе большой респект молодец потому что я тоже хочу заказать детали это реально очень крутые новые детали листьев но и цветочков поэтому ты молодец что ими запасся также хотела подчеркнуть крышу здания выполнена очень круто так канонично в таком японском стиле сразу видно да если даже не смотреть вот на название что это самоделка по японии тебе еще один комментарий что ты попал в выпуск я тебя поздравляю и так следующая самоделка давайте обновим просто я плеер опять ты попадаешь в выпуск я тебя поздравляю сегодня у нас прямо смотрите сколько ребят с разными работами да очень интересная на самом деле самоделка называется она инди кафе не знаю возможно эта обложка какому-то фильму или с как или какому-то альбому но я пока честно не узнаю что это такое может быть я просто уже сейчас поздно и немного на эти тупники ловлю поэтому я пока не понимаю что это такое но выглядит это очень круто как и мехи человечков тоже очень сложно делать именно таких вот больших объемных из деталей особенно лицо я не понимаю там из чего только не делают там брови нос очертания лица и так далее но это выглядит очень круто и я когда-нибудь тоже когда-нибудь я тоже научусь так делать и буду выкладывать такие же самоделки но комментарии ты получил или нет да ты в комментарии получил я тебя поздравляю давайте переходим к следующей самоделки следующая самоделка у нас тоже по японии привет в этом посте ночном повествование про трех искателей приключений здесь у нас идет повествование так понимаю да если понравилось и ждешь положение ставь лайк это у нас трапапамус 108 иван маркин классно что ты еще написал имя чтобы точно знать что это сделал ты потому что сейчас очень много копия паста и просто тупо люди берут и выкладывают не свои работы есть как бы специализированные инстаграм-каналы да где ну инстаграм-страницы на которых люди выкладывают работы чтобы поделиться а есть и ребята которые под своим именем говорят что вот я построил хотя это делал не он мне очень нравится стильно стиль как ты сделал эту постройку особенно вот в этой части использовал технику вот эту снот стадзнот он топ прикольная техника я тоже сейчас буду делать самоделку по такой же технике первые два слоя у меня будут как раз по технике снот также у тебя и сакура и вот такие ворота единственное что крышевого рот и ну или как это назвать да вот эти пространство верхнее оно какое-то очень громоздкое но на самом деле нисколько не мешает и по моему выглядит очень круто единственное что как ты закрепил два мяча на одной пимпочке вот это на одном этом крючке принципе я знаю как но мне кажется она у тебя постоянно отваливается и это большая проблема потому что у меня всегда отваливалась и так комментарии есть переходим далее далее у нас видео как ни странно и сюда попадают и видосы давайте посмотрим если она загрузит правда вы сами понимаете что это очень круто принципе я понимаю как он это сделал но сама идея что тип едет на скейте по дороге качается и еще газон ну либо так вокруг него природа сама тоже движется и создается впечатление как будто реально чувак едет по дороге это очень круто я уже видел такие подобные техники но именно вот твою идею что есть зима весна лето и осень это по моему очень здорово большой тебе респект я надеюсь что это один и тот же пацан и он просто умеет кататься на всем на чем только можно на всем что скользит так лайк заслуженный лайк заслуженный комментарий переходим далее это у нас лего рубик итак следующая следующий пост это у нас от человека по имени лего злобный чебурек экзекьют ордер 66 приказ 66 единственно что у меня фотографии здесь что-то не прогрузилась либо она такого размера есть а не только прикольная самоделка но и прикольно особенно на первой фотографии ты вот так вот меч даже до обвел я мне кажется это больше photoshop до нежели реально он так светится но это очень круто выглядит очень круто что ты сделано в таком вот черном или это темно-серый неважно фон ну и самоделка сама тоже очень крутая на самом деле выполнена из простых деталей ну не считая вот этих вот деталей травы коричневых потому что это коричневый да ну либо бордовые здесь плохо на самом деле понятно но мне кажется это коричневая деталь круто на самом деле сделано реально ты большой молодец я тоже по такой технике делал по моему я лотал делал но у тебя даже получилось лучше такой небольшой типа сделать аван пост два клона даже вот третий до валяется и джедай круто сделал круто сделал вот эти вот циферки тоже по технике с но до статус not on top хорошая техника все пользуйтесь очень рекомендую и вскоре я думаю выпущу небольшой туториал как делать эту технику то я постоянно про нее говорю вот почти во всех видео но многие даже не понимают что это и как она работает давайте в следующем видео я не в следующем видео думаю что в следующих через несколько видео я обязательно покажу вам как эта техника если так следующая самоделка лайк комментарий чтобы не забыть от тропа паму 108 по моему это уже выпуске был сегодня будет сказ о втором и самом старшем персонажей из нашей команды очень круто что ты из создаешь свою какую-то историю свою вымышленную так сказать вселенную про каких-то либо персонажей это тоже очень круто я тоже когда-то хотел это сделать создать свою вселенную рассказывать собирать по ней может какие-то писать рассказы и делать по ней видосики это тоже очень круто но в этой в этой самоделке мне больше всего понравилась твоя техника стен единственное что немного стоит доработать конечно я знаю что ты хочешь сделать и что-то пытаешься сделать но все таки немного посмотри работы других ребят и всегда всегда кто-то откуда заимствует поэтому посмотри внимательно так тоже потренируйся потому что я сейчас тоже этим занимаюсь и также мне очень понравилась крыша крыши претензий нету крыша просто бесподобный мне очень понравилось как ты из разных цветов так и совместилось дело реально крутую гармоничную крышу комментарий я тебе по-моему написал переходим к следующему участнику видео белорус лего лего замок лови комментарии в принципе прикольная самоделка видно что белорус лего если андрей бобенко что у нас он ну хотя не сказать что он начинающий по замку сказать что начинающий самодельщик потому что замок конечно есть куда стремиться и есть что дорабатывать замок выглядит круто очень хорошее начало очень хороший старт рекомендую тоже тебе смотреть работая других каких-либо самодельщиков и набираться опыта у них также рекомендую строить самому но не копировать у них а просто брать технику и строить что-то свое но так создаются самоделки но далее по самоделками обе не сказал что ты начинаешь потому что например вот эта работа в принципе неплохая и фотография сама очень неплохая прикольная мне понравилось понравился вот этот вот проход которую из двух таких 45 градусных детали сделан из небольшой 2 на 2 и это у нас 4 на 4 очень круто мне парень понравилось переходим я тебе комментарий по моему поставил да давайте глянем до поставил переходим далее фух всегда надо обновлять потому что чё-то интернет немного подлагивает переходим далее звездные войны клоны на неизвестной планете для конкурса на марк легобой надеюсь вам понравится спасибо за поддержку мне понравилось у тебя всего лишь 4 лайка давай тебе комментарии баха и и давайте ребята перейдем на канал на канал мистер лего дэниел и поставим ему лайк потому что работа реально прикольная видно что мистер дэниел у нас начинающий тоже самодельщик но у него очень круто уже получается мне нравится как ты сделал реку что ты не делал что-то наоборот сделал границы вот такие прикольные единственное надо было вот в этих местах немного сглаживать тогда бы она еще лучше смотрелась сильно так река обрублена смотрится но классно что у тебя есть много деталей пимбочек прозрачных и ты можешь делать такую прикольную реку также прикольные деревья но не знаю либо что это растительность классно что у тебя есть много деталей растительности есть к чему стремиться поэтому давать дерзай коментарий у тебя есть Я тебе не поставил комментарий Давайте поставим комментарий Пожалуйста Комментарий готов И переходим к следующей самоделке Либо я не знаю Может это просто фотография Давайте уточним Да, это у нас опять просто я плеер Еще раз У тебя работа попадает в мой выпуск Поздравляю, лайк у тебя уже есть 480 лайков Ого, может давай ты про меня будешь видео снимать Потому что, во-первых, это очень крутая работа Очень классно выполнена Прикольно, что ты умеешь делать такое Такие геометрические формы Даже в 2D плоскости с лего Используя там сырные кусочки и тайлики Это очень круто Ну и также использую саму технику Стадз нод он топ Надеюсь я ее правильно произношу Потому что я, честно говоря, даже не замечаю Прикольно ты выполнил Сделал циркуль, ластик и также карандаш Ну и сам лист бумаги с вот этим кубом Ну, мне так кажется, да, что это куб Очень круто выглядит, поздравляю Реально крутые у тебя самоделки Я вижу, что у тебя еще здесь за публикации И реально стоит перейти на просто я-плеер Вам подписаться на него И написать ему какой-нибудь комментарий Может поставить ему лайк Я думаю, он обязательно оценит И, кстати, у тебя очень хорошая статистика Да, у тебя там, я заметил, 300 всего лишь подписчиков И 480 лайков Это очень, на самом деле, хорошо Поэтому лови от меня комментарии И переходим к следующей работе Оставилось всего лишь 2 работы Надеюсь, что это будет именно твоя работа Ты сейчас смотришь ради нее Итак, LEGO Bricks YouTube По-моему, ты у нас уже был И... По-моему, ты у нас уже был Я не помню Потому что уже было сколько? Работ 10 И у меня уже в голове все смешалось 251 отметка нравится Ставим обязательно комментарий Чтоб не забыть Фух, ну это очень крутая самоделка В микромасштабе Я помню, что мы с тобой общались в директе Ты мне ее присылал И я ее уже в директе оценил Реально крутая самоделка Единственное, что я тебе хотел сказать Мне просто было некогда, на самом деле, тебе отвечать И рассказывать Расскажу сейчас Во-первых, вот таких швов давать Ты не будешь в следующий раз делать Сделаешь ее, либо ты ее делаешь Как-нибудь Квадратно Прямоугольно Либо не делай вот таких вот обрезаний Нужно как-то сглаживать самоделку Потому что смотрится так тогда не очень Самолетик ты переделал Молодец, как ты и обещал Очень мне нравится, как ты сделал Воду Использовал Различные цвета Чтобы сделать глубину Это на самом деле очень круто Также мне понравилось Вот это большое здание Которое находится В эпицентре событий Оно хоть находится и сбоку Но весь Основной Основное все внимание Именно на это здание Это очень круто На остальные можно даже Не смотреть Они просто создают фон А вот это здание Очень крутое Его на самом деле Можно было бы чуть-чуть Даже и проработать Но надеюсь Ты в следующем выпуске Немного исправишься Послушаешь совета И сделаешь Так Также здесь Вот смотри У тебя Видишь Обрезано Ну я думаю Что ты уже К моменту выхода Это видео Здесь доделал И выложил опять И ты попадешь еще раз В следующий выпуск Надеюсь ты Переделаешь Ну а так У тебя комментарии есть? Лайк есть? Спасибо большое Что ты отметил Хэштег Марк Легобой Итак Давайте перейдем К завершающему Участнику Нашего видео Открывается Его инстаграм Давайте сейчас Быстренько так Прогрузим Легодьют 01 Давайте поставим Опубликовать Комментарий Очень крутая фотка На самом деле Самоделка Это строится Очень легко И не то Чтобы построить Ее сможет Каждый Но во-первых Это нужно придумать Молодец Легодьют 01 Что ты такое Придумываешь Это не самоделка Это типа виньетки Идея очень крутая Но мне именно Что понравилось Так это Качество И Короче Мне очень понравилась Сама фотография Как ты ее выполнил Как ты сделал фон И выглядит Это реально круто Ну вот По твоим самоделкам Можно По твоим фотографиям Можно судить Что ты увлекаешься Фотографией Любишь фотографировать Вот это например Очень крутая фотография Это видео Я так понимаю С каким-либо механизмом Давайте глянем Опа Очки Вот это прикол Вот это очень здорово Реально круто Молодец Продолжай в том же духе Я думаю Что пока ты делаешь Такие виньетки Давай В следующем выпуске Ты попадешь С какой-нибудь Уже большой самоделкой И вот с такими механизмами Это будет очень круто Давайте перейдем на канал На его инстаграм канал Александр у нас Из Украины Я так понимаю А еще так же Видео с своим механизмом Давайте глянем Четыре тысячи просмотров У меня на видео Столько не соберет Просмотров У тебя в инстаграме Столько А ну Конечно Да Очень крутой механизм Лайк Давай я тебе Напишу комментарий Что ты Красава И попал В этот выпуск Фух Ну в принципе Друзья На сегодня это все Всем спасибо большое Еще раз Что отмечаете Мой хэштег Лайкайте Все мои публикации В инстаграме Я вами очень горжусь Вы реально молодцы Все делаете Реально очень крутые Самоделки Я очень хочу Чтобы Лего Наша комьюнити В России Развивалась Поэтому создаю Такие видео Специально для вас Я думаю Мне кажется Что это видео Получилось Немного нудным Но Возможно Для кого-то Оно даже было Интересным Думаю Дальше будет лучше Второй подкаст Уже будет более интереснее Третий еще интереснее И так по накатанной Ну а с вами был я Марк Всем спасибо большое Что посмотрели Это видео до конца Это фух Молодцы Что вы терпели Все работы Есть в описании В комментариях Ну просто В описании Поэтому Переходите Подписывайтесь На всех Ставьте лайки И всем Пока Пока